Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем тестировать новинки девятого каталога Faberic. Начнем с вот этой масочки Miss Skinny. Их всего три. Будем все по очереди тестировать. Это укрепляющая бабл маска для лица в артикуле 0643. Инструкции мы должны ее с вами вот так пополам сложить. Там есть линия. И отрезать внизу. То есть у нас масочка открыта. Теперь мы должны ее выдавить в руки. И первый, и второй отсек, и в руках вспенить. Вот такой вот интересный процесс. Я выдавила ровно половину. Мне кажется, на два раза точно хватит. Смотрите, из одного отсека она вытекает вот такая белая, и из второго кофе с молоком цвет. Ладушки пока никакой не чувствую. Вспениваю в руках, наношу на лицо и покажу. Что нанесла? Вот так она выглядит на лице. Такая бежевая. Тогда, в принципе, одной масочки на два раза точно хватит. Не знаю, может быть, даже и на три. Но вспениваем в руках, как гель, грубо говоря, для умывания, да, и получается, что огромное количество ее остается на руках. Мне вот этот формат не очень понятен. В следующий раз немножко по-другому с вами попробуем. Потому что по инструкции руками вспенить. То есть ладонь об ладонь трем, и все ладони получаются, они все в маске. То есть большую часть маски мы смываем в раковину, выкидываем. Мне не очень это нравится. Я хочу как-то по-другому в следующий раз попробовать. Может быть, в маленькой какой-то мисочке взять и вот так вот смешать и нанести кистью или пальцем на кто-то, конечно, да. Потому что, ну, много выкидывается ее, не айс это. Но в целом, в целом вот так она выглядит. Бежевенькая такая, но неплохо. Неплохо пока. По аромату мне показалось, что похож на какую-то ириску. Вот когда наносила и принюхиваешься, прям на ирисочку какую-то. Вот типа мейлер, знаете, такой отдаленный аромат. А так, ну, посмотрим. 20 минут буду ходить. Вот я ее нанесла, она не пузырится, ничего с ней не случается. Получается, она как пенка, которую вы взбили в руках на лице. Вот лежит и все, пока больше ничего. Беченки, сейчас почитала про эту маску. Карточка товара, а теперь липом, слава богу, доступна. Это эссенция молочного бустера плюс крем-маска. Вот так это все выглядит. Еще, кстати, написано в мерах предосторожности не использовать при покраснениях акне и после солнца, после солнечных ожогов. Вот так при акне нельзя почему-то ее использовать. Якобы здесь корейские инновационные ингредиенты. И, возможно, если бы мы выдавили всю пачку, не знаю, у меня с рук стекало бы такое количество пены и маски, то вот эту обильную пену, написано, нужно нанести на лицо, да, и вот если всю пачку прям использовать. Но этого много, она прям с рук стекала бы, много выбросили. Поэтому я буду придумывать способ, как ее поэкономичнее использовать. Ну, на два раза точно, и вот где ее смешивать, взбалтывать чем-то капучинатором. Она делает сразу почитала тоже. Она возвращает тонус и упругость, отшелушивает, снимает отеки и признаки усталости и дарит коже тонус на весь день. Вот такими она обладает характеристиками. Поэтому, когда смоем, посмотрим, что из этого у нас с вами произойдет. Иду смывать масочку, и она практически застывает на лице. Но вот как была, надо, ну, типа пенкой. Так и есть. Мыло. Что по факту, девчонки? Вы знаете, мне очень понравилось. Вот серьезно. Я не ожидала. Кожа увлажненная, прям не хочется дальше. Вот сейчас летом после такой маски никакой другой уход наносить. Мягкая. По поводу того, что вот синячки при пухлости, не синячки при пухлости, а отеки. Да, есть момент. То есть под глазками как-то вот все выровнялось. Напитанная. Без утяжеления и матовая, но напитанная. Вот ее трогаешь, она получила много полезностей по ощущениям. Но она матовая, она гладенькая. Выровнялся тон, упругая. Вы знаете, мне очень-очень понравилось. Прям вот очень. Я так рада, что у нас теперь масочки есть и фаберлик. Слушайте, я себе в запас еще наберу. Голову забивать ничем не буду. Прям вот классно. Прям вот выровнялся тон, упругость. Такое личико подтянутое, свеженькое. При пухлости под глазками убрались. Класс. Пока вот прям зачет. Знаете, девчонки, прошло еще 10 минут после маски. И оно полностью матовое. Лицо никакой уход пока не наносила. Оно как будто заблюренное. Вот есть какой-то блюр-эффект. То есть знаете, вот как крем-сыворотка у нас блюр есть. Оно вот такое вот мягенькое, гладенькое. И как будто вот заблюренное. Вообще обалденная маска. Мне очень понравилась. Я не знаю, прям даже чего ожидать от следующих. Теперь на очередь у нас с вами листовой порошок. Он 20 стирок. 370 рублей он выходит с моей скидкой консультанта. Немножко подохрипло, подстыли. Артикул 308-43. Состав уже показывала в обзоре. Заказ еще раз продублирую. Первый раз стираю с вами. Не пробовала. Вот они пластины. Они достаточно такие толстенькие. Я так понимаю, у нас надо их класть в барабан, естественно. Правильно? Вариантов других не предусмотрено. Инструкция по применению есть. Один лист. Слабые и средние загрязнения. У меня там есть девчонки-носочки. Два листа при очень сильных загрязнениях. Положите белье в барабан стиральной машины. Сверху белья положите лист для стирки целиком. Или порвите на несколько частей. Запустите подходящую программу стирки. То есть, в принципе, мне кажется, если вы стираете вам пятна, там выводить не нужно. Темные вещи, там еще что-то. Можно даже и напополам разрезать. Я в этом ничего плохого не вижу. У меня там полная машинка, девчонки. Белья и есть даже белые грязные носочки. Так кладу сверху. Кондишен еще добавлю. Есть даже белые грязные носочки. Прямо вот в улице вчера пришли, кинули в машинку. В общем-то, все светло и белое. Посмотрим, как отстирает. Обязательно вам потом расскажу. А теперь у нас еще масочка. Сегодня мы будем тестировать. Вот сила кисти. Хочу попробовать по-другому. 0600. Это Green Tea Latte. Что мы с вами делаем? Мы опять ее, видите, по вот этой линии перфорации. Сгибаем. Вот таким образом. Сгибаем. И отрезаем внизу. Вот так. Такую крышечку от пены. И теперь из двух разных отеков, ну, где-то половину я выдавливаю. О, смотрите, там вторая зеленая. Тоже, наверное, белая это будет эмульсия. А зеленая это маска. Ну, приблизительно половину, потому что целиком, мне кажется, много. Так, смотрите. Успокаивающая Bubble Mask. Она именно вот у нас успокаивающая. Крем, маска и эссенция молочного бустера. Мягкая воздушная пена, которая удаляет загрязнение, восстанавливает кожу. Зеленый чай, гиалуронг, то есть для жирной кожи должно быть хорошо. Центелла успокаивает чувствительную кожу, делая ее неотразимой. Ну, вот так. Сейчас я все это делаю прям в крышечке. Кисточкой буду смешивать и наносить на лицо. Действительно, сразу при смешивании начинает превращаться в пену. Вот видите, это обычная пена. Наносим. Нанесла. Почему я взяла именно такую кисть косметическую, а не для масок? Потому что мне показалось, что она будет лучше вспенивать. Да, она вспенивает классно, все нормально. Нанесла как раз вот половинки, вполне себе достаточно. И в момент нанесения в каких-то местах она мне пощипывала. Вот в Т-зоне немножко где-то на щечках почему-то, не знаю почему. Почему успокаивающая маска пощипывает, я пока не понимаю. Может быть масло чайного дерева так влияет, может быть оно там есть, да? Сейчас прошло. Вот это именно в момент нанесения. Сейчас все комфортно, все нормально. Ходим дальше, запускаем стирку. И все потом расскажу. И да, кстати, стирку запустила в режиме интенсивно 60 градусов. Я знаю, кому-то это важно, кто-то 60 не стирает. Я практически всегда стираю в этом режиме. Интенсивная стирка при 60 градусах, потому что лето. Потому что всегда практически есть пятна и нужны эти 60 градусов. Вот, так что тестируем при 60 градусах. Помазочки, девчонки, тоже классная. Вот почему-то вчерашнюю мне больше понравилось. Тоже классная кожа, такая увлажненная, напитанная. Все в этом плане хорошо. И она прям чистая. Тон ровный. Отличная маска. Отличная, хорошая. И вот чувствуется прям вот какое-то глубокое увлажнение. Она опять вот не требует прям дальнейшего ухода. Прям с ней все хорошо, все здорово. Но кожа матированная, все здорово, все классно. Понравилось. Но вчерашнюю еще больше понравилось. Потому что я там прям увидела вот действительно, не знаю, какую-то подтяжку, что ли. Действительно сгоняла отеки. Здесь очищение, но очищение тоже хорошее. Прям вот кожа скрипит, мягенькая, все такая. Но не такая заблюренная, как после вчерашней. Вот пока вчерашняя у меня на первом месте. Но это тоже очень классная, очень достойная. Ну что, мои хорошие, постирала, вот развесила. Сейчас что хочу сказать. Я вот упустила момент, когда должна быть пена. Пропустила. Хотела посмотреть, но сейчас буду запускать еще одну стирку. Посмотрю обязательно, будет ли она или нет. Потому что я пришла, уже было полоскание. И вообще никакой пены абсолютно не было. Что хочу сказать. Отстиралась хорошо. Носки, конечно, белые к первоначальному состоянию не вернулись. Но они такие не возвращаются. То есть после песка нашего я их всегда собираю в кучу и замачиваю потом спирткарбонатом. А потом уже стирка. Их и порошок сыпучих, и берлик не отстирал бы. А вот в целом отстирались они хорошо. И отстирались вещи хорошо. Там была кофта у Крестюши тоже вот измазанная после улицы. Вот все отстиралось, все замечательно. И вы знаете, запах приятный. Похож на горную свежесть, что ли, немножко вот раскрывается. Хотя у меня был кондиционер сенситив еще в лоточке. Но тем не менее я чувствую все равно вот аромат вот этой свежести, как после сыпучего порошка фаберлик. В целом мне понравилось. Отстирывает все хорошо. Отстирывает все хорошо, все отлично, все прекрасно, все нормально. Никаких нареканий нет. Это не хуже порошка сыпучего точно. Поэтому пластинам даем добро. Маска третья завершающая. Что у нас тут с вами? 0,613. Это шоколад латте. Что она у нас обещает? Так, удаляет загрязнение, дарит энергию кожи сияния. Ага, вот так. Вот это будем ждать. Кстати, девчонки, попробовала бальзам. И себе, и Ксюшке. Сейчас покажу. Репейный бальзам Сила волос понравился. Вы знаете, хороший бальзам. Вообще, вот эта серия у них очень удачная. Очень. 29,58. Прям классная. И Ксюшке волосы здорово смягчили. И без утяжеления, девчонки. И блеска на волосах. Вот достойная бюджетная линейка вот этого Фаберлика. Прям рекомендую. Легенький, хороший бальзам. Разглаживает нормально. Мне вот, например, больше не надо. Ксюшке тоже хорошо разгладила, хотя у нее очень сильно путаются. Блестят волосы обалденно. Поэтому берите смело, пробуйте. Так, все, сейчас по той же схеме сгинаем, отрезаем, перемешиваем кистью. У нас такая темно-коричневая. Сейчас я вам быстренько заодно расскажу. Давно просите отзыв на вот эту мочалку. Бамбуковую. Девчонки, пользуюсь регулярно. Фишка в чем? Это не обдирающий эффект, а именно массажный. То есть она не дерет кожу. Вот когда ей пользуешься, чувствуешь, ну так растягивается в процессе использования труда, чувствуешь именно массажный эффект. Вот знаете, после дачи, после улицы, ножки, пяточки, душ принимаешь, очищает вообще обалденно. Вот даже ороговевшие частички с натоптышей. Представляете, мне вот понравилось ей так прям вот ножки, ступни, вообще здорово. Нет вот этого обдирающего эффекта. Допустим, вот моя мочалка, у всей семьи у меня такие вот эти вот, они фикси были, японская называется, на Валберес мы покупали, да. У них именно такой обдирающий эффект. Прямо она так дерет хорошо. Здесь нет этого эффекта, все деликатно и зависит от вашего нажатия. Нажимаете посильнее, сильнее массажный эффект, не нажимаете послабее, и он вот именно больше массажный. Но очищает, отшелушивает, она тоже прекрасна. Поэтому цена вопроса вообще никакая, обязательно попробуйте. Так, а я сейчас размешиваю манку и на лицо. Вот такая я красотка в этот раз. Она прям такая темно-шоколадная, вам камера еще светлее ее делает. Темно-темно. И прям я кисточкой хорошо в этот раз взбила. Мне намного получилось с полпачки. Супер, ходим. Ну что по масочке, девчонки, смыла. Вы знаете, есть такой тоже лифтинг эффект. Вот она когда на лице, эта пенка застывает, ощущается, как будто кожа натягивается, подтягивается. Он от всех масок, кстати, такой эффект есть. То он выровнялся, отеки подсогнались, потому что они у меня с утра сегодня были. Приболели, что-то прям вид какой-то был нездоровый с утра. После маски в целом все достойно. Вот отеки подсогнались, тон выровнялся. Маска на носу осталась. Надо стереть. Она достаточно тяжело смывается спонжем. Она застывает не в корку, но она вот прям ее тяжело с лица. Надо размочить немножко, подождать. И потом смывает. Личико гладенькое, мягенькое, упругое. Тон выровнялся, отеки подсогнались. Что еще надо? Маски годные. Вот прям не ожидала такого. От Фаберлик маски прям крутецкие. На первом месте, наверное, у меня все равно первое. Вот это на втором. И зелененькое на третьем. Но это, опять же, на данный момент по потребностям моего лица. Все может быть наоборот. Даже через неделю у меня, а тем более у вас. Маски бюджетные. На два раза, видите, я их как растягиваю. Не растягиваю. Вполне достаточно на два раза этой упаковки. За такие деньги 100 рублей, 50 рублей маска получается. Нормально. Эффект есть, поэтому нормально буду брать. Так, ну что, мои хорошие, вроде все вам рассказала. По каялу еще хотела сказать, вчера весь день его носила. На межресничку нанесла, на жидкие матовые тени. Никуда не делся, не размазался, не отпечатался. Но у нас пока холодно. Не знаю, как он поведет себя, когда будет жарко. Но у нас холодно, потепление только завтра. Буду носить, проверю. По порошку тоже никаких нареканий абсолютно нет. Уже ни одну партию белья с ним постирала по листовому. Все отлично. Все нормально. Кто пробовал, пишите обязательно свои впечатления. Кто сравнивал составы, тоже очень будет интересно вас почитать. На этом все. Ссылочка для регистрации в Фаберли, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Если что-то уже попробовали из этих новинок, обязательно пишите о своих впечатлениях. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok